Чем занять детей и подростков во время школьных каникул, обсудили на расширенном заседании Общественной палаты Самары, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. В Самаре проживают более 43 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. Лето – подходящее время, чтобы оздоровиться на свежем воздухе, а при желании – и заработать на карманные расходы. Такие возможности детям предоставляют городские и областные власти. Для этого существует целый ряд государственных программ, в том числе две муниципальные – «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности». Все вопросы, которые вынесены сегодня на рассмотрение, членов Общественной палаты крайне важны. Безусловно, администрация города занимается летним оздоровительным отдыхом. Совсем скоро начинаются летние каникулы. Тысячи наших детей, наших школьников уйдут на летние каникулы. И мы со своей стороны готовим для них, безусловно, программы. Мы готовим для них как загородные лагеря, так и школьные лагеря. Мы занимаемся вопросами безопасности, вопросами дослуговой деятельности, спортивной деятельности, оздоровлении детей. Конечно, для нас важным направлением является и организация отдыха и оздоровления детей, чьи отцы сейчас СВО. Конечно, такие дети у нас под особым контролем и под особым вниманием. На летних каникулах дети могут отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях. Два из них, Волжский Артек и Волжанка, принадлежат городу. За летний период в них смогут оздоровиться более двух тысяч человек, включая и родители детей-инвалидов. И 870 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на учете. Все они бесплатно получат путевки через комплексный центр социального обслуживания населения. Оздоровительные учреждения, в которых будут отдыхать дети, полностью доступны для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов. В рамках муниципальной программы «Самары. Дети – мы разные, мы равные». Мы организуем специализированные заезды для детей-инвалидов с сопровождением по путевкам мать и дитя. В этом году в рамках этой программы планируют организовать пять специальных заездов на 21 день для 140 детей-инвалидов. В том числе два заезда в Волжском артеке для детей с ментальными нарушениями. Это единственный лагерь в Самарской области, который оздоравливает летом детей с таким заболеванием. Во время четвертой смены в августе там отдохнут дети-колясочники с родителями. В Волжанке летом будут организованы три заезда детей-инвалидов с сопровождением. 20 детей-инвалидов с родителями будут обеспечены бесплатными путевками в рамках реализации муниципальной программы «Самара детям – мы разные, мы равные». А также 40 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в пунктах временного размещения. Кроме того, бесплатными путевками обеспечат детей участников СВО. Под особым контролем отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете. В Самаре на внутришкольном учете стоят 610 учащихся. Из них 230 несовершеннолетних на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Задача властей – направить их энергию в мирное русло с помощью трудотерапии. Департаментам образования поручено, и это практика уже не первый год у нас, когда в каждой школе, где есть несовершеннолетние стоящие на учете, поручено прикрепление приказом сотрудника закрепить с тем, чтобы он в ежедневном режиме отслеживал занятость обучающегося. Такая работа производится достаточно системно. И, конечно, мы смотрим с вами на параметры трудового кодекса и понимаем, что ребята в возрасте от 14 до 16 лет работают не более 24 часов в неделю при обучении в общеобразовательном учреждении, не более 12 часов в неделю. И от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, а при обучении в общеобразовательном учреждении не более 17,5 часов в неделю. В Самаре целый ряд организаций и предприятий создали места для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они могут работать помощниками специалистов. Это в основном работа с документами, помощниками вожатого в лагерях дневного пребывания, уборщиками территорий, помощниками садовников и библиотекарей. Трудоустроиться на каникулах может каждый, но в первую очередь предпочтение отдают детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих семей, потерявшим кормильцев, состоящим на учете в системе профилактики, а также тем, чьи отцы участвуют в СВО. Трудоустраивают подростков на 14 календарных дней, из них рабочих 10. За это время они заработают 8 632 рубля. Летом в Самаре планируют трудоустроить 3208 подростков. Организация процесса финансируется на областные и городские средства.